Всем привет, вы смотрите канал Железная Магистраль, меня зовут Олег Васильев, в этом ролике поговорим об электропоездах Шкода. Тем более вы в своих комментариях часто просите, чтобы я сделал обзор двухэтажных поездов производства Шкода Транспортейшн, который эксплуатируется на украинских железных дорогах. Два состава по шесть вагонов были куплены для Укрзалезницы в 2012 году. С того времени они работали на разных маршрутах с переменным успехом. В период с 2014 по 2016 года находились в неисправном состоянии. Затем снова выехали на маршруты. Но уже в январе 2019 года стало известно, что оба поезда находятся в нерабочем состоянии и будут отправлены на капитальный ремонт. Это коротко о главной теме сюжета, а пока поговорим о том, как появились поезда Шкода, где они производятся и почему не нужно экономить на техническом обслуживании сложной железнодорожной техники. Электропоезда Шкода EJ675, которые закупили для Укрзалезницы, изготовлены на базе поезда серии 471. Их производителем является Шкода Транспортейшн. Такие составы выпускались с 2000 года. 471 серия была разработана для железных дорог Чехии. Тягу обеспечивают четыре асинхронных тяговых двигателя мощностью 500 кВт. Также есть электродинамический тормоз с возможностью рекуперации. Максимальная скорость 140 км в час, расчетная скорость 160 км в час. Управление может осуществляться в автоматическом и ручном режимах. На сайте производителя представлены четыре серии двухэтажных электропоездов Шкода. И каждая выпущена для разных стран. Серия 675 для Украины. С завода вышли два таких поезда, каждый по шесть вагонов. Предназначены для перевозки пассажиров на электрифицированных участках железных дорог шириной колеи 1520 мм. с номинальным напряжением в контактной сети 3 кВт постоянного тока и 25 кВт переменного тока частоты 50 Гц. Максимальная скорость 160 км в час. Согласно контракту, подписанному 12 января 2011 года, стоимость двух электропоездов составила 39,9 млн евро. Поезд рассчитан более чем на 600 мест, из них 46 первого класса и 577 второго класса. Данный состав имеет значительное преимущество для маршрутов, где нет высоких платформ. Низкая посадочная площадка делает вагоны доступными, особенно для маломобильных пассажиров. Также в поезде есть четыре места для лиц с инвалидностью. В каждом вагоне размещены вакуумные туалеты. Из них два санитарных модуля для пассажиров с инвалидностью. Кресла в вагонах расположены по схеме 1 плюс 2 и 2 плюс 2. Есть розетки 220 вольт, система климат-контроля. В вагоне номер 5 размещается буфет. И далее самое интересное. Что же случилось с поездами «Шкода» в Украине? Почему они не работают на маршрутах? Как известно, этот подвижной состав был куплен к проведению футбольного чемпионата Евро-2012. Тогда в Министерстве инфраструктуры заявили, что партия из двух поездов является экспериментальной и предназначенной для изучения эффективности использования двухэтажных вагонов на коротких расстояниях. С мая по октябрь 2012 года поезда «Шкода» курсировали по кольцевым маршрутам Харьков-Донецк-Мариуполь-Донецк-Днепропетровск-Харьков и Харьков-Днепропетровск-Донецк-Луганск-Донецк-Харьков. В ноябре 2014 года на плановый ремонт отправили поезд EJ-675-02 и закончили только в январе 2016 года. А поезд EJ-675-01 находился в ремонте с марта 2015 года. Летом 2016 года новый глава Укрзалезницы Войцех-Балчин в интервью прессе сказал, что один из электропоездов «Шкода» просто стоит под забором, его нужно отремонтировать в короткие сроки и выпустить на линию. Поезд с бортовым номером 01 вышел из ремонта в ноябре того же года. Кроме этого, оба состава были переведены с Южной железной дороги на обслуживание в депо Украинской железнодорожной скоростной компании в Киеве. За период с 2016 по 2018 годы поезда «Шкода» работали на маршрутах Харьков-Геническ, Харьков-Киев-Винница и Киев-Тернополь. В январе 2019 года в прессе появилась информация, что оба поезда отправят на капитальный ремонт. На протяжении года два раза проводили тендеры, и ни один из них не состоялся из-за отсутствия участников. Затем были разговоры, что чешские электропоезда отправят ремонтировать на Запорожский электровозоремонтный завод, но оказалось, что предприятие не имеет документации и регламентов для капитального ремонта такой техники. По словам профильных специалистов, трагедия ситуации в том, что при покупке поездов «Шкода» не был заключен долгосрочный контракт с производителем на техническое обслуживание подвижного состава. Обычно такие сроки составляют более 20 лет. Между тем, эксплуатация современных электропоездов требует выполнения целого комплекса технических условий. Это обеспечение стабильного напряжения в энергосети, контроль за состоянием подвески контактной сети, создание опорных пунктов технического обслуживания на станциях оборота поездов, квалифицированная диагностика и своевременный ремонт электрооборудования подвижного состава. Невыполнение одного из этих пунктов в итоге приводит к выходу из строя важных систем в поезде. Два поезда, состоящие из 12 вагонов, стоимостью около 40 миллионов евро, отработали приблизительно 5 лет. Сейчас эти два поезда фактически превратились в металлолом. Получается абсурдная ситуация, если не сказать больше. Предприятие, которое не может позволить себе закупить новый подвижной состав, халатно относится к почти новой технике и превращает ее в утиль. Жертва безхозяйственности и халатности сейчас стоит вот в таком виде на территории депо украинской железнодорожной скоростной компании на Дарнице в Киеве. Такое впечатление, что поезда поделили на части и растолкали по загашникам, чтобы их не было видно. Тем временем на железной дороге не хватает комфортного подвижного состава для ускоренных маршрутов, которые пользуются спросом у пассажиров. В то же время чиновники продолжают декларировать намерения развития отрасли. Буквально на днях глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий сказал, что для модернизации Укрзалезницы привлекут китайских инвесторов и даже подписали с компанией CRCC меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. И если все пойдет по плану, то из Киева в Одессу можно будет доехать за полтора часа. Вот когда это произойдет, пока неизвестно. Субтитры сделал DimaTorzok